Играет музыка Играет музыка Играет музыка Однажды пришел к нам и сказал Мне не нравится этот интерьер Что ты? Я сделаю тебе комнату Что он творил? Содрал все эти самые Портреты мои Эти самые любимцы Жан Габен Одрик Эбберн Фредерик Феллини Все содрал И сделал, знаете что? У меня было старинное Лоскутное одеяло Он вместо Ковра повесил это Длинное было такое Что только Там не висело Я не знаю Узнать нельзя было комнату И так победоносно Ушел Хэлли Армогидот Не трогайте ничего Не портьте Потом Вышла моя свекровь Она была жива Что за безобразие? Что натворил этот сатана? Она его недолюбливала Вот эта Картина Моя Это фотография была Мервин Монро Я ее сделала в большой рамке Это сейчас копия Была просто Мервин Монро Без всяких шляпки и так далее Сергей взял эту картину И сделал ей шляпу Так что это уже Мервин Монро В интерпретации Сергея Параджанова Здесь была шляпка Здесь был мех Мех мой муж потом стер И она осталась в своем этом Потом я эту картину Подарила музею Вереванскому Этому Завену Ну, внесла наш вклад Туда, в этот музей А это уже снимок История темная Значит, одна моя знакомая Не буду называть ее Купила как будто бы С ее слов Была такая художница Светлана Дзугутова У Светланы Дзугутовой Коллаж Работу Сергея И очень хотела продать его Так как моя дочка Младшая Жила во Франции Она попросила мою дочку Посодействовать И говорит Эта картина стоит Две тысячи Ты, говорит Давай мы сложимся И купим это А потом Если понадобится Мы продадим ее Очень хорошо Во Франции С ума сойдут В общем Моя дочка Пошла на выставку Специально И сказала Вот, вот Продается такое Параджановский Это Успеха Не имела Не знали Там Не все знают Параджанова Да Больше в Союзе Потом я стала Присматриваться К этому И вот Убей меня Я не верю Никогда бы Сергей Не написал бы Вот так СП Нет Это уже Чья-то работа Ну, вот Эти некоторые вещи Там Вот эти Кружева Все это Может быть Что-то оттуда взято Ну, Сергей же Любил Прикладное искусство Мой муж Был главным Инженером Фирмы Солани Торговая Фильма Солани Она Покровительствовала Народным Умельцам У Юры В конторе Было много Интересных Вещей Ну, он был Добрый человек Иногда дарил Кому-то что-то Сергей Повадился Ходить К Сергею Что-нибудь Выцыганивал Всегда И на этот раз Пришел к нему И что-нибудь Просил Я не знаю Во всяком случае Что-то ему нравилось И вот Видимо Юра сказал Вот тебе Папаха И вполне Тебе Подойдет Вот так был Засечен момент Сколько было Всяких снимков Опять-таки Было Новогодний вечер В 81-й год Андрей Уезжал за границу Эмигрировал И Сергей Привел его К нам Небольшое Но застолье Было Новогоднее Там полный состав Людей Там Андрей Его жена Рядом сидит Потом Я С Андреем Рядом Дальше Юра И так далее Это Сфотографировал Конечно Этот Юра Мечетов И он Подарил мне Потом Во-первых Полный состав А потом Отдельно Отрезал меня И сделал Мне такой Подарок Я и Тарковский Когда приходит Кто-нибудь Я так небрежно Вот я и Тарковский Как будто Он был моим ближайшим другом Вот Ну знаете что У нас такой Хороший контакт Получился В тот вечер Мы с ним Разговаривали Приятно Да И он рассказывал Это был 81 год И А так как Он очень увлекался Этим Космосом Мы пристали К нему Все там За столом Кто сидел Какой будет 81 год Он сказал Увы Год будет Тяжелый Будут Бесконечные Стихийные Бедствия И воды Будет много И землетрясения Будет много В общем ужасно Все И будет начало Многих Стихийных Потрясений В мире И правда Знаете Он уехал Юра подарил Его жене Платье Хефсурское Она Дело Пришла Вышла Не очень-то Ей подошло Это Но Все сказали Оооо Какая прелесть Вы знаете Вы знаете Сергей Восхищался Явно Но Андрей Тоже Он Присутствовал На столе Он сказал Я счастлив Что Я живу Одновременно С таким Гениальным Человеком Как Сергей А Сергей Все время Переносил Все На шутку Это он Говорит Потому что Он знает Что я хочу Ему подарить Кольцо Причем Сулга Пустяки Это Все игра Он Обожал Он просто Создан Для игры Об этом Хорошо Пишет Предисловие Кора Я как раз Сейчас Пробежала Хорошая Это Книжка Сергей Параджанов Был воплощении Человека Играющего И жизнь Его была Игрой Увлекательной Провокационной И порой Опасной На обложке Ожерель Для Джульетты Мазины Придумает Тут же Но неизвестно Он сказал Что это Для Джульетты Мазины Художником Конечно Конечно Художником Хотя Пел Хорошо У него был голос Просто Он не развивал Дальше Танцевал Прекрасно Он Такой Был Пластичный Когда Он Рассказывал Про Майю Брисецкую Он Такие вещи Делал Руками Что Прямо Не знаю Так смешно Сам Пухленькие А так Ручки Вот так Сделает Танцор Он Он Много Всяких Иногда Фантазий Делал Скажу Очень Такую Вещь Неприличную Он Говорил Что Когда Приходил ОБХС К ним Все время Приходили К Отцу Он Антиквар Торговец И Приходили Все время Искать Что-нибудь Придумал Конечно Срочно Мама Заставляла Меня Проглотать Бриллианты А потом Когда Уходили И они Сажала меня На горшок Чтобы Бриллианты Мама Про свою Маму Рассказывал Как будто Один штрих Говорит Жара Нестерпимая В Тбилиси Мама В это время Значит Знают Что могут Прийти С обыском Одевает Шубу У них Была Хорошая Шуба Вполне Возможно Потому что На это Были деньги Одевала На себя Шубу Хорошую Поднималась На Чердак Дома И ходила Там По чердаку Пока Облава Не уйдет Похоже На Сергея Пожалуй Нет Нет Я не могу Сказать Кто был Интересный Вокруг Люди Талантливые Все Но скучные Талантливые Софья Софья Он обожал Он считал Что она Великая Актриса Ну не знаю У него же Индивидуальное Мнение Она Гений Он Он Гений Он Гений Он 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 В Он Он У дебют. Но Сергей же был очень тенденциозный человек. Алла рассказывает, моя дочка. Смотрим материал. Алленфир, смотрим. Смотрим. Народ сидит. Дипломная работа. Заканчивается фильм. Сергей поворачивается. Клименко говорит, вот, учись. Ты видишь, какой оператор? Ты видишь, какой оператор? Клименко руками разводит. Мол, ну, можно так сказать про его работу студенческую и его. Причем в этом фильме больше всего кадр все же из этого, из Сурамской крепости. Она же сделала фильм, как снимался Сурамская крепость. И в Сурамской крепости там много, то есть почти все. Это Клименко снимал. А он говорит, Клименко, ты вот, учись. Ты видишь, как снимал? Снимешь, он замечательно, замечательно. Вот такой человек был. Субтитры сделал DimaTorzok туда. Ну, Давид Горячевич очень своеобразный пейзаж, все это. И мы, значит, это... Сергей обрадовался, увидел меня. Начал меня поить этим самым гранатовым соком. Он любил гранаты вообще красоту гранат. И своими грязными пальчиками, значит, это выжимает меня. А я думаю, господи, хоть бы он не вздумал мне предложить, предложил. Только из-за большой любви я могла это выпить. И спрашиваю у него, я говорю, слушай, кто это, я говорю, этот парень? Около этот оператор Аллы. Хороший парень, нет? Я говорю, ну ничего, я говорю, на курда похож. Какой курд? Настоящий француз. Он же француз. Я говорю, да, ну очень уж черный. Ну и что ж? Мужчина, прелесть. Твоя девочка очень хорошая, очень хорошо соображает. Вот. А я наблюдаю, как моя дочка ставит кадр с ним. В общем, там были какие-то хорошие кадры, но это ни при чем. Но когда вот этот один должен сказать, когда он закончил хороший эпизод, долго не шел этот эпизод, и обрадовался, и начинает танцевать. И так, значит, под ногами. А моя дочка положила на эту музыку бродяга. Как это называлось, помнишь? Лачкапура, да? И он, значит, пляшет под эту музыку уже в фильме. И потом панораму она делает на его ноги. А там один коричневый ботинок, другой черный. Даже не коричневый, а в общем разные совершенно. Но он не обращал на это внимания. Нам хороший кадр в Саврамской крепости. Это когда овцы идут вот таким чаровательным. Да, и т.к. Да, и т.к. Н. В region в районе В Саврамской крепости. А. В русский язык поцаравшейсянад. Он был выдержанным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И еще она снимает этот эпизод, когда эта героиня, как ее фамилия, забыла, ну, в общем, она беременная, а он ее, значит, прислушивается к животу. Он так бережно держит ее за живот, так и ласково руками. Вот так. Это хороший эпизод. А кто снимает? Ее муж. Вот этот, этот, авто. Ну, в общем, этот самый парень, который потом женился на ней, он был оператор. Сейчас думаю, думаю, что же мне в днем могло отталкнуть. Ну, не знаю. Кроме сплетен, все остальное, да, добите. Остальное все же считаю почему-то, что это сплетни. Почему-то. Почему скажу? Я прямо ему говорила. Он часто говорил. Что вы хотите от бедного педераста? Ну, что, что я бедный педераст? Я все слушаю, слушаю, смотрю. Знаешь, вот, женщины улавливают взгляды. Иногда он так смотрит, знаешь, на твою фигуру, на твою декольте и так далее, что думаю, что-то не совсем так, наверное. Я сказала ему однажды, знаешь что, Сергея, ты столько говоришь об этом, что я сомневаюсь. Тебе просто не дают покоя лавры Висконтии и Пазолини. Ты хочешь быть Висконтией. Да. Скажешь тоже. Ничего подобного. К сожалению, к сожалению, это тяжелое было момент. Я пришла в больницу навестить Сергея. День был 8 марта. И мне подарили духи. Духи были хорошие, французские. Это от частного лица было. Еще нам раздавали подарки киностудии. То есть по месту моей работы. Я работала на киностудии, была заведующей отделом научно-популярных фильмов. Да. По моему отделу шли фильмы. И там как раз Сергей тоже участвовал однажды в нашей работе. Я была у него редактором. Ну, короче говоря, мы получили подарки какие-то. Ну, какие-то могли быть особенные духи. Простые. Но французские были у меня. Я думаю, что подарить можно Сергею? Чем его можно обрадовать? Конечно, духи или что-нибудь, какую-нибудь интересную вещь. Больше ничего не было. Я пришла, он сидел на кровати, такой грустный и в халате. Я говорю, Сергей, поздравляю с днем женского дня. Теперь я уже женщина, да? Я говорю, ну, так полагается. Праздник, говорит. И, значит, подаю ему подарок. Вот. Вот это французские духи, а это советские духи. Ты вот эти французские можешь врачу подарить, а это фельдшерицы. Он взял охотно и говорит, что ты понимаешь, фельдшерица, которая столько за мной ухаживает, я подарю французские духи. А, советские могу и доктору, который смотрит на меня, но ничем не может мне помочь. И вот так мы расстались. Я ушла и плакала всю дорогу. Это была последняя встреча наша. Потом его ухзли в Ереван. Почему-то решили, что там можно его вылечить. Но, увы. Похоронен в Ереване. Я никак не могу вырваться туда, поехать на его могилу. Многие люди уходят, ну, погорюешь и все. А Сергей, знаете, вот там вакуум образовался без него. Когда прохожу по этим татсмин, да, все время вспоминаю его. Жалко. Не сумели мы согреть дбилисцы. Он же был такой настоящий дбилисец. Надо было сохранить его дом, сделать из него музей. А вот армяне, умные люди, они сделали музей, собрали все его работы, увезли из Тбилиси много его вещей. Хороший музей. Наш характер. Серго, дорогой, я уверена, что ты там устроил какой-то попраздник. Уверена. Передай Юре привет. Привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok